Первый адрес в списке добровольцев – улица Некрасова, 40А. Здесь Нина Сергеевна Тибекина проживает более 50 лет, 30 из которых проработала на заводе «Сокол» – регулировщицей телефонной связи. В настоящее время сохраняет активную жизненную позицию, поёт в хоре и занимается вязанием. Но некоторые заботы по дому ей уже не под силу. На помощь пришли студенты кооперативного университета и агентства «55+.» Волонтёры помыли окна, погладили и повесили шторы. Левой рукой я ничего не могу высоко её поднять. Я не сниму шторы, не повешу шторы. Для меня проблема – это самая такая тяжёлая. Я очень благодарна, в том числе соцзащите, потому что обращают внимание на одиноких. Волонтёры не только помогают пожилым людям с уборкой в доме. Если есть необходимость, приводят в порядок приусадебные участки и ходят в магазин или аптеку. А порой выступают в роли собеседников, которых многим одиноким пенсионерам так не хватает. Мы хотим подарить частичку своей доброты, будем показывать помощь ветеранам. Всё это мы делаем от чистого сердца, добровольно, и будем делать и в дальнейшем. Акция проходит в девятый раз. В этом году ряды добровольцев пополнились. К волонтёрам агентства «55+,» студентам БелГУ и БУКЭП присоединились учащиеся машиностроительного техникума. А студентов мы привлекли для того, чтобы возродить патриотизм в нашей молодёжи. И они с удовольствием принимают участие и с большой теплотой душевной относятся к нашим ветеранам. На торжественный старт акции пригласили представителей Центра волонтёрского движения, ветеранов и депутатов единороссов. Без добровольцев, без участия студенческих коллективов и Центра добровольческого движения «55+,» мы уже просто не представляем свою работу. Потому что охватить вниманием, заботой, окружить всех людей вниманием – это очень масштабная такая деятельность. Дело чести для каждого из наших земляков сделать для наших ветеранов всё, чтобы они почувствовали себя в этот светлый день победы настоящими победителями. И чтобы рядом с ними были с любовью и поддержкой те, ради которых они завоёвывали это мирное небо. На данный момент в Управление социальной защиты населения поступило около сотни заявок с просьбой о помощи от пожилых горожан. В течение года волонтёры исполнят все поручения нуждающихся. Диана Калединова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.